Всем привет! Сегодня я решила с вами протестировать продукты фикс прайс. Ну, я взяла продукты такие, которые можно было бы взять на обед. Мясо индейки, смотрю, ГОСТ взяла. Маринованные огурчики маленькие, вот такие. Макаронные изделия, макарончики, спиральки взяла. Ну, вот как бы обед. И на десерт я взяла газировку. Со вкусом вишни. И вот такие вафли шоколадные. Вообще, хочу вам сказать честно, к продуктам фикс прайс я отношусь немножечко с таким, с опаской. Потому что, ну, в общем, мне кажется, что это, в принципе, не продуктовый магазин. И производители неизвестно какие. Но, в общем, думаю, надо все-таки брать и пробовать. В конце концов, я думаю, макароны есть макароны. Мясо тушеная индейка в собственном соку. Что мне здесь подкупило, это то, что здесь написано ГОСТ. И здесь написано, что 97,4% мяса находится здесь. Как бы мяса здесь должно быть много. И состав. Давайте почитаем состав. Мясо индейки, морковь, соль, перец черный молотый, лист лавровый. Массовая доля части тушки индейки. По закладке не менее 97,4%. Масса нет, то 525 грамм. Ну, в общем, как бы вот это вот мне показалось достойным продуктом. 100% натурально. Хорошо. Производитель Старкова. Баночка эта стоит 99 рублей. Дальше. Макароны. Вот такие макароны. 400 грамм. Высший сорт. Состав мука из твердой пшеницы. Для макаронных изделий. Вода питьевая. Содержит натуральный белок злаковых культур. Глютен. Но это уже не очень хорошо. Ну, ладно, выглядит как макароны. Будем пробовать. Макароны стоят 25 рублей. В общем, недорого, но можно ли это есть? Сейчас я их быстренько отварю и буду пробовать. Дальше я решила взять соленье. Ну, такую небольшую баночку. Маленькие такие огурчики. Корнишоны маринованные. Ну, в составе здесь огурцы, корнишоны. Вода питьевая, соль. Регулятор кислотности. Уксусная кислота. Укроп, чеснок. Перец черный, горький. Лавровый лист. Подсластители. Цикломат натрия. Сахаринат натрия. Это подсластители, я так понимаю, да? Огурцы стоят 50 рублей. Газировка. Сильно газированный безалкогольный напиток. Этот напиток стоит 27,50. Ну, здесь 0,5. 0,48 литра. Но сильно газированный, правда, не очень люблю. Но именно вкус вишни мне подкупил. Ладно, будем пробовать. И вот такие вот вафли со вкусом горячего шоколада. Вафли стоят 27,50. Что тут у нас в составе? Состав. Вафельный лист, мука, пшеничная, вода, красители, сахарный колер, яичный порошок. Эмульгатор, лецитин, соевый, масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, соль поваренная, пищевая, разрыхлитель, гидрокарбонат натрия, жир специального назначения и универсальный. Рафинированные, дезодорированные, растительные масла. Дозакрыто еще, вот оно так и не прочтешь состав. В магазине, например, не прочтешь. Надо вот это оторвать, завернуть, развернуть, чтобы прочесть все. Спрятано. Состав очень длинный, я смотрю здесь. Ой, на чем я остановилась. Так, рафинированные, дезодорированные, растительные масла в натуральном и модифицированном виде. В фракции пальмового масла, подсолнечное масло, эмульгатор Е322, антиокислители Е320, Е321, сахар, какао, порошок, масло какао, какао тертый ароматизатор в ванилин, ванилин. Так, продукт может содержать следы ореха, кундука, арахиса, молока, продуктов его переработки, лактоза. Вафли с жировой начинкой, мадам нуа, со вкусом горячего шоколада. В общем, какие-то ешки, какие-то... В общем, не очень-то мне нравится этот состав. Но попробуем, ладно, что это на вкус. В общем, часто я такое не ем. Такое бы я, наверное, и не стала больше брать. Больше я брать точно не буду. Но я попробую, что это еще на вкус у себя представляет. Ну что, мои хорошие, так я вам обзорчик показала. А сейчас я пойду быстренько сварю макарончики. И будем открывать консервы. Десерт пока подождет. Ну что, мои хорошие, макарончики я сварила. Вот они, сейчас я их буду пробовать. Так, с виду, макароны, вроде макароны, не развалились, это хорошо. Да, в общем-то, нормальный вкус. Но я немножко не досолила, ничего. Я всегда не досоливаю. В общем, нормальный. Макароны, как макароны, можно есть. Добавить туда маслица немножко, чуть-чуть досолить. Варить 9 минут. Я варила ровно 9 минут, прям как там написано на упаковке. В общем, макароны нормальные. Будем пробовать дальше. Открываем банку мяса индейки. Мясо индейки. Выглядит, выглядит хорошо. Так. Ну и запах нормальный тоже. Но я это мясо сейчас хочу выложить в миску. Посмотрим, что там. Все ли тут мясо. Лавровый листик там на дне. Так. А вот это что такое? О! Девочки, а тут кости. Вот это мне уже не нравится. И вот косточка. Так. Сейчас я солью этот бульон назад. Разве тушенка должна быть с костями? Что-то я такого не знаю. Но написали, что 97% мяса индейки. Я уже вижу кости. Раз, косточка. Вот это косточки. Так. Ну, бульона тут немного. Ну, как бы немного. Ну, по крайней мере, четверть. Ну, не знаю. Может, так и должно быть. А вот то, что здесь кости торчат. Вот такие трубчатые кости. Смотрите. А это осколки костей. Трубчатых. Фу, ну, это уже какой-то кошмар. И вот кость. И вот осколки костей. Блин, а тут их много. Вот это кость. Это вот разве нормально? Но это ненормально, мне кажется. И осколки. Вот это осколк. Нет, это не осколок. Вот кость. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Еще вот кость. Кость притом рассыпается. Вот кусок от нее отвалился. Трубчатые кости. И при том еще осколки этих костей. Вы видите? Что-то мне этого не хочется есть, честно говоря. Это что, кости перебирать? Вот кости. А что на вкус? Я сейчас попробую кусочек. Ну, вкус вроде бы нормальный. Но вот эти кости, конечно. Притом осколки этих костей. Это же вообще кошмар. Это что? Это нужно все перебирать. Вот это косточки. Мелкие косточки. Косточки трубчатые. И при том, я не знаю, если дать... Ну, собаке, наверное, нельзя такое есть. У собаки может застрять кошки. Может быть, кошки будут есть. Блин, ну это же я не для кошки брала, а для себя. Ну, короче, мне это не нравится. Вот еще косточки. Целая груда костей. Я уже вот выбрала. Смотрите. Смотрите, какой кошмар. Ужас. Вот эти меленькие косточки. Их много. Вот это вот кошмар. Это в банке с тушенкой. Вот такие кости трубчатые. Осколки костей. Ну и вообще, что это такое? Там еще мелких, наверное, много. Но я не буду это все перебирать, короче. В общем, такое покупать я больше не буду. И вам тоже не советую. Ужас это. Это ужас какой-то. Смотрите. В общем, вот это вот мясо индейки я вам, брат, не советую. Если только для кошек, может быть. А больше не для кого. Все, иду выбрасывать. Ну что, мои хорошие. Я вообще-то, честно говоря, очень сильно возмущена. Обед у меня, в общем, не получился. Я просто не буду есть эту тушенку. Я ее отдам кошкам, наверное. Вот. Ну ладно, пойдемте дальше. Огурчики. Попробуем огурчики. Ну, вообще, скажу вам, на закуску пойдут, но они кислые. Хотя маринованные они, наверное, должны быть все кислые. Ну, честно говоря, они не очень еще и хрустящие. Я беру обычно такие вот, на банке пишут хрустящие. Ну, в принципе, они недорогие, да. Поэтому, если кому на закуску, может быть, и пойдут. Обычные кислые маринованные огурцы. Ладно. Ну, что, тогда перейдем к десерту сразу. Потому что я не хочу уже этот обед обедать. У меня что-то испортился аппетит с этими костями. Так, на десерт у меня газировка. Она сильно газированная написана. Но я сейчас ее открою. Ох! Прям сильный такой запах вишни. Так, посмотрим. Такой цвет, как кола почти. Что-то напоминает мне. Вкус косточек. Я помню, в детстве мы косточки, когда съедали, например, вишню или жерделку. Мы косточку разбивали. И внутри вот это, что, начинка косточки. Вот это вкус вот этой вот начинки косточки. Ну, а так, что очень сильно газированный бьет в нос. Ну, там и написано, что сильно газированный. Ну, в принципе, пить можно. Но, честно говоря, я не любитель таких напитков. Детям может понравиться, но, честно, столько разной химии. Я бы не стала это пить. В общем, я разочарована, честно. Так, ну и печенье. Не печенье, а вафлю. Посмотрим, что за вафли. Так. Вот такие вот внутри вафельки. Вот она выглядит как. Попробуем на вкус. Хрустящая. Это хорошо. Вообще вкус нормальный. Там такая прослойка, как кремовая. Ну, это, знаете, как обычные шоколадные вафли. Просто она такой другой формы. И все. Тут вафли сверху, снизу, посредине прослойка. Ну, вафли мне понравились. Вот и пообидовала. Запью. Что делать? Запах этих косточек отталкивает, честно говоря. Запах даже отталкивает. Ой. Фух. В общем, короче, только вафли мне понравились. Ну, макароны нормальные тоже, честно сказать. Недовольная я обедом, честно говоря. Не понравился мне такой обед. Сейчас надо взять и пообедать нормальным человеческим обедом. В общем, я эту продукцию взяла. Я вам ее показала, попробовала и свое мнение сказала. Покупать или не покупать, это решать вам. Но я лично вот это больше покупать не буду. Буду покупать в нормальных магазинах нормальные продукты. А здесь, ну, можно взять десерты, в принципе, неплохие. Хотя вот эти вот ешки надо читать вообще состав. Ну, наверное, может быть, и стоит часто брать такое. А вот, конечно, мясо индейки с такими костями, притом раздробленными, трубчатыми косточками, это кошмар. В общем, не ожидала я, честно говоря, тому видеть кости. Ну, тоже брать вам или не брать, тоже решать вам самим. Я свое мнение сказала. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok